Всем привет! Тут недавно был день российского кино, и грех его было не отпраздновать просмотром чего-то нашего, качественного. Тем более, я давно хотел посмотреть что-то новое, русское, и я дождался. Хвала интернетам и пиратам. Но уже скоро я схожу на вратаря галактики в кино, и это именно тот фильм, с которого нужно врываться в кинотеатры. Сейчас же я вам расскажу о счастливом конце российского кино, о фильме «Хэппи-энд». По сюжету фильма, главный герой дед, который внезапно оказался в Таиланде, ничего не помнит. В начале фильма дед уже успел нахулиганить и попасть в ментовку, где решался ясный и простой для всех вопрос. А именно, тюрьма его ждет или общественные работы. Ну и, естественно, дед выбрал общественные работы. Таким образом, его обязали отработать три недели в местном отеле у какой-то поехавшей бабы. И на протяжении всего фильма он пытается вспомнить, что с ним произошло и как он там оказался. Шизанутая баба, которая стала начальницей деда, оказалась какой-то фемка спермобака-ненавистницей, которая при любом поводе просто начинала агриться и мошнить на деда. Но наш дед не промах и закрыл ей рот своими поступками. Но она все равно его гнобила весь фильм и пыталась показать, кто тут клитором командует. А наш дед вообще оказался мастером на все руки, за что бы он ни брался, все получается. Особенно бросается в глаза тот факт, что наш дед общается со всеми на русском языке, но почему-то все его все равно понимают. Как, блядь, это работает? И я напоминаю, он общается на русском языке с тайцами. В некоторых моментах он даже намеков не делает на то, о чем он говорит, но ему отвечают и делают то, что он просит. Но как? Но как? Но как? Но как? Но как? Хер его знает, но таковы реалии фильма. А вообще, охеренный бизнес у этой начальницы деда, надежный, как швейцарские часы. Мне вот интересно, а если бы дед не заспаунился в Таиланде, кто бы все дела по отелю делал? А работников там кроме нее и деда вообще нет. В полфильма происходит какая-то странная шиза, непонятные ненужные сцены, разговоры никак не раскрывающие главного героя. Зачем? Наверное, чтобы просто было. Фильм очень душный, мне прям тяжело было смотреть. Я смотрел его максимально отстраненно. Вроде сюжет развивался, были какие-то забавные моменты. Но что-то смотреть все это было западло, потому что фильм ничем тебя не цепляет. Все такое дефолтное, надуманное, типа душевное, но оно не душевное, а душное. Да и вкупе с поехавшими карикатурными болванчиками, в особенности с начальницей деда, это прям пытка и проверка на то, через сколько времени после начала фильма вы уснете. В последние полчаса фильма появляется драма, проясняются флэшбеки, но так как персонажи ведут себя как хотят, и их настроения меняются хаотично и очень быстро, то почему я вообще должен им сопереживать? Мне пол на тебя, чисто пол. Весь фильм дед пытался понять, кто же он такой и где его место в жизни. И, конечно же, он осознал. Я уникален, и в этом моя суть, и в этом мое место. Да, я говно, да, я ничтожество, да, я срань этого мира. Естественно, в фильме под названием «Хэппи-энд» не могло обойтись без «Хэппи-энда», и, как оказалось, в фильме была своя Хельга Потаки. На самом деле, я не знаю, для кого вообще сняли этот фильм. 12+, весь такой добрый, пушистый, грустный, но при этом в фильме есть, например, полу-стриптиз. А так как это Таиланд, то, конечно же, он был с подвохом. Фильм, мягко говоря, так себе, так что не советую. Тут даже рофлов было не половить. Потому что «Хэппи-энд» вышел каким-то скучным и душным, но эмоции вообще не пробивает, даже если пристально следить за происходящим. А на этом все. Ставьте люк антропа, если вам понравилось, подписывайтесь, а если вы еще и с друзьями поделитесь видео, то вы вообще святой человек. Ждите обзора на «Вратаря Галактики» и пока. Субтитры сделал DimaTorzok